Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать на нашем очередном вебинаре, который мы проводим каждый месяц вместе с Александром Элдером, где разбираем рынок. Александр делится своим мнением, своим опытом, и мы старательно этот опыт для себя перенимаем и стараемся его использовать максимально эффективно. Прежде чем мы начнем, несколько слов от меня перед началом. Во-первых, это, как всегда, предупреждение о рисках. Торговля, инвестиции, они всегда связаны с рисками, поэтому всегда важно на это обращать внимание, важно разобраться с этими рисками. И в ходе также этих вебинаров мы вопрос риска касаемся также довольно-таки часто. Также хотел сказать, то есть, пользуясь случаем, как раз на нашем с вами вебинаре, наверное, это будет впервые, хочу сделать небольшой анонс по поводу компании Admiral Markets. Возможно, вы обратили внимание на двойной логотип, возможно, видели это уже на сайте. Компания Admiral Markets переименовывается в компанию Admirals, и уже этот переход начался. В первую очередь это связано с тем, что мы планируем расширять нашу линейку, как и финансовых активов, и для того, чтобы как раз мы смогли предоставить различные сервисы, не только трейдинг, не только инвестиции. Собственно, вот этот такой шаг, который, в принципе, делали многие компании, чтобы как раз давать возможность уже такой экосистемы для наших клиентов. Ну и, собственно, мы к этому тоже идем. Но по-прежнему это 20 лет надежности, мы работаем уже более 20 лет на рынке, предоставляем различные юрисдикции для торговли, которые вы для себя можете выбирать, и использовать это по максимуму. Также, как я уже сказал, на текущий момент ключевые наши предложения это именно трейдинг, то есть торговля с плечом или классические инвестиции, где вы можете покупать акции в свой портфель, американские, европейские, канадские, то есть те, которые максимально интересны. И в целом сейчас это порядка 8 тысяч инструментов, которые доступны. Также мы, со своей стороны, уделяем огромное количество внимания обучению, поэтому мы очень рады, что Александр с нами каждый месяц, где мы имеем возможность учиться, узнавать всегда что-то новое, что-то полезное. И также для того, чтобы вы всегда были в курсе, я со своей стороны рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, где мы всегда делаем анонсы, выкладываем записи. И если вы, может быть, в какой-то момент пропустите этот вебинар, не сможете посетить онлайн, конечно же, мы рекомендуем его посещать именно онлайн, то вы всегда запись можете найти как на нашем ютуб-канале, так и в нашем телеграме. Сейчас я приложу ссылочки в наш час, чтобы вы смогли воспользоваться как раз вот этим моментом моих вступительных слов и на них подписаться. И также на нашем ютуб-канале будет проходить конкурс, где мы будем разыгрывать книгу с автографом Александра, вот как раз, чтобы не пропустить участие в нем, то нужно быть подписанным на ютуб-канал Адмирал Маркетс. С моей стороны это все, теперь я бы хотел передать слово Александру, как всегда с нетерпением ждем до этого вебинара, огромное количество вопросов, огромное количество теплых слов я читаю как и на почте, так и на нашем ютуб-канале под всеми видео, поэтому Александр, готов передавать слово вам. Спасибо большое, Роман, спасибо за доброе представление и, как вы уже заметили, я впервые веду этот вебинар со своего нового места жительства. Сначала это был Манхаттен, но это было еще до вас, потом я переехал в Вермонт, где все время жил, не в то самое место, но поблизости, где жил Александр Исаевич Солженицын. Рейдер Киплинг там жил тоже, но это было гораздо раньше, и Саленджер. И вот буквально вчера была моя первая ночь на новом месте, мы переехали в дом в Нью-Хампшире по нескольким причинам. Во-первых, здесь высококультурная обстановка, этот район считается, постоянно ходит в список одного из десяти лучших мест, где жить в Америке. Здесь находится один из университетов Ivy League, а всего населения в городке 10 тысяч человек. Вот так вот, то есть природа, спокойствие, тишина, рестораны, культурные мероприятия. Кроме того, здесь очень быстрый интернет, в отличие от Вермонта. Кроме того, жена была очень довольна, здесь нет подоходного налога штатного. Знаете, в Америке у нас есть два, иногда три налога. Есть федеральный налог, самый большой, штатный налог, а потом еще некоторые города свой налог добавляют, как Нью-Йорк, например. Так вот, здесь только федеральный, здесь других налогов нет. И кроме того, здесь нет НДС, налога на добавочную стоимость. Так что здесь качество жизни высокое. Но как-то мне будет не хватать платить налоги, потому что плата налогов – это плата за культурную, за цивилизованную жизнь, люди говорят. В этом смысле мы стараемся жить наиболее диким образом. Окей, поехали к рынкам. Наверное, мы начнем, как всегда, как всегда с вами, вы показываете свой экран, мы разберем несколько ключевых рынков, а потом мы посмотрим мой экран и посмотрим, что происходит с различными акциями. В то время, что мы беседуем, рынок в Штатах открыт, и сегодня индекс S&P достиг новой рекордной высоты за всю свою жизнь. Как вы видите, слева мы видим недельный график, долгосрочный экран, импульсная система зеленая, и это значит, можно покупать, можно стоять в сторонке, но нельзя индекс скоротить. С правой стороны мы видим дневной график, и здесь, конечно, такая хорошая, но немного напряженная обстановка. Хорошая, потому что индекс силы здесь тоже зеленый, можно покупать, продавать нельзя, можно стоять в сторонке. Но, с другой стороны, если вы сравните высоту пиков MACD несколько недель тому назад и сейчас, вы видите, что рынок выше, пик MACD гораздо ниже. Он продолжает подниматься, он может подняться еще выше, но если он перестанет подниматься и повернет вверх, то у нас появится такая четкая медвежья дивергенция. Такого же типа дивергенция происходит с индексом силы в нижней части экрана. Так что все хорошо, празднуем, выпиваем и закусываем, но при этом держим глаза четко на экране. И, конечно, эта вечеринка может продлиться долго, а может прекратиться довольно быстро, не проспать. Посмотрим. Давайте, Роман, какие-то другие основные рынки. Золото, нефть, вы обычно евро против доллара. Обычно вы выбираете, что дальше. Да, я бы, наверное, хотел попросить вас, мы не смотрели этот индекс отдельно, но услышать ваше мнение по текущей ситуации именно по индексу NASDAQ, потому что как раз в то время, пока с нашей последней встречи, технологичные компании сильно проседали. И, может быть, сейчас как раз интересно обратить внимание как раз на технологичный сектор. Абсолютно. Вы знаете, на рынке всегда происходит ротация, то есть меняются лидеры. И компании высоких технологий были главным движком вот этого совершенно необычайного взлета с марта-апреля прошлого года, когда на глубине этой пандемии вдруг рынок стал расти. Где-то в феврале они достигли верха и стали падать. Причем падение довольно основательное. Для самого NASDAQ это было 20% с копейками. Для некоторых акций это было гораздо больше, до 50%. И что мы видим на этих графиках? Слева недельный график. Мы видим, как произошло, как рынок достиг верхнего конверта. И в отличие от предыдущих больших взлетов, когда рынок превышал этот конверт, здесь он натолкнулся на него и упал. И упал не так, чтобы очень глубоко. Он упал в зону ценности. Он как бы ткнул пальцем вниз пару недель. И там ему было холодно, там ему не понравилось. И он ушел опять в зону ценности. На сегодняшний день он вышел из этой зоны и начинает подниматься над ней. МСД гистограмма стала зеленой. Она была, как вы видите, на этой поперечной полоске, которая идет, импульсная система была красной. Потом она стала синей. И на сегодняшний, на эту неделю она зеленая. Так что разрешена покупка. Разрешено стоять в сторонке. Это никогда не запрещено. Но запрещено продавать NASDAQ на понижение. И большинство, очень многие люди думают как, и не только новички, но даже профессионалы. То, что произошло вчера, будет происходить сегодня. Что произошло сегодня, будет происходить завтра. То есть поле зрения два дня. А когда вот смотрим мы на недельный график, то это нам помогает взять более широкую перспективу и принять более разумные решения. Коррекция подошла к концу. И начинается новый взлет. Вопрос, достигнет ли этот взлет нового максимума. Не могу сказать на основании этих графиков. Просто информация, такой информации график не дает. Но график дает информацию о том, что падение, коррекция закончилась, новый взлет начался. И будем идти по течению в этом смысле. Переходим на правый график. Это дневной. И мы видим глубокое падение ниже конверта. Рынок откатывается вверх. Но здесь-то как бы ничего особенного нет. Нет ни дивергенции никаких, ничего. Иногда недельный график чище, яснее говорит. Иногда дневной. В данном случае недельный график, говорит чище, а дневной график, вот так, график, да, вот идет вверх. Сегодня открыл день ниже зоны ценности, а сейчас торгует гораздо выше зоны ценности. Тренд вверх. Идем по течению, торговать надо на повышение. Это NASDAQ. Я не сомневаюсь, что по ходу сегодняшнего вебинара мы посмотрим на значительное количество акций с NASDAQ. Посмотрим, что они нам скажут. Тогда теперь можем посмотреть евро, потому что евро продолжает снижаться. Евро продолжает снижаться. И вы знаете, со временем вы сейчас пользуетесь конвертом, который мой программист в свое время придумал. У меня совершенно замечательный программист, он, правда, в последние годы как бы вышел физически и психически на пенсию, больше ничем новым не занимается, только поддерживает старые системы. Но в свое время он разработал этот конверт, который автоматически создает идеальный конверт, в котором находится примерно 95% всех цифр. Вот это вот автоконверт. И я жил с этим автоконвертом много лет, но в последние годы я предпочитаю, в последние пару лет я предпочитаю пользоваться конвертами ATR, Average Through Range. Это три конверта, один внутри другого. И по ним я всегда отслеживаю, цены опустились до одного конверта, до второго, до третьего. Это такой показатель силы любого тренда, вверх или вниз. В данном случае падение евро продолжается. Евро пробил наверняка уже первый конверт, приближается ко второму. То есть падение довольно сильное. И МСД гистограмма пониже красного цвета, импульсная система красного цвета. То есть все идет вниз. Разрешается коротеть, разрешается стоять в сторонке. Покупать не разрешается. Мы переходим направо на дневной график. Я не сомневаюсь, что некоторые люди скажут, о, имеется бычья дивергенция. Посмотри, было такое глубокое донышко в самом начале марта, а потом переход вверх, а потом сейчас вот теперешнее донышко, оно более плоское, и МСД гистограмма стала зеленой. Я скажу, что это дивергенция, да, но очень низкого качества. Потому что ралли между двумя спадами было очень плоским. То есть когда быки показали какую-то силу, что они могут пробить осевую линию, вот это все, что они смогли. Это слабее, чем это было во все предыдущие, большинство предыдущих разов. Поэтому я игнорирую такие дивергенции. Дивергенция должна прыгать с экрана и хватать меня за лицо. Вот я, бери меня. А здесь, да, вроде бы есть, но скорее, что вот так вот. Когда начинаешь сомневаться, перевер в твоем страницу, тренд евро вниз и четких показаний на разворот на этом экране нет. А тогда сейчас включу золото. Насчет золота. Это видно на недельном и на дневном графиках. Такой быстрый комментарий насчет классического технического анализа. То, на чем я вырос в свое время, читая книгу «Основы технического анализа» Эдварда Сейн-Маги. В то время, когда эта книга была написана, акция на Нью-Йоркской бирже могла за день продать 200-400 акций. Тысяча акций это было очень активно. Сейчас акции торгуются на многие миллионы, на сотни миллионов иногда. Это такой строрежимный анализ, классический анализ графиков, линии сопротивления, поддержки, линии трендов. А как мы их проведем, через какие точки. Все это колоссально субъективно. Поэтому я занимаюсь компьютеризованным анализом. Но есть несколько фишек в классическом анализе, которые реально полезны, которым я доверяю. И одна из них – это то, что в свое время моя московская переводчица с английского на русский, книжку переводила, назвала «хвост кенгуру». Это когда цены в таком довольно туго завязанном диапазоне, и вдруг из них выскакивает вот какой-то хвост. А кенгуру откатывается, отскакивает от хвоста и бежит вперед. Вот хвост кенгуру производится сейчас на недельном графике. Кстати, ближе к левому краю левого экрана вы видите хвост кенгуру, который произошел в феврале прошлого года. Хвост кенгуру и поехали. Теперь, если мы вернемся, пойдем ближе направо. В ноябре прошлого года хвост кенгуру, который выскочил вверх. Ага, вот правее, правее, правее. Вот хвост кенгуру вверх. И это был разворот. То есть это работает, потому что участники рынка понимают, что там сделок нет, и рынок разворачивается. Похоже, что у правого края сейчас рисуется хвост кенгуру. Идем к дневному графику, и здесь совершенно прекрасное двойное дно. Но посмотрите силу медведей у первого дна. Ее не пропустить. Теперь посмотрите силу быков, когда они ломали медведям хребет. Это подъем выше нулевой линии. Подъем MACD гистограммы выше нулевой линии. Вот так вот. Это не то, что там чуть-чуть выше линии. Это колоссальный удар. Показывает, что быки очень сильны. И потом второе донышко, которое началось вчера и, похоже, заканчивает рисоваться сегодня. И посмотрите на глубину второго дна. Дайте мне увеличительное стекло. То есть цены примерно на одинаковом уровне. И вот такая вот колоссальная дивергенция. Очень бычья картина на золоте сейчас. Спасибо, Александр. И сейчас включу нефть. Нефть марки Brent. Ну и, собственно, из последних новостей у нас был затор в Советском канале, который несколько поддержал цены на нефть. Вы знаете, да, я прочитал, просто посмеялся статью какого-то гения, который, ну это, к сожалению, такие довольно типичные российские взгляды, за всем и ищет какую-то теорию заговора. Везде какой-то заговор есть. И что, значит, специально ткнули этот контейнеровоз, чтобы повысить цену на нефть. Ну, в мире гораздо больше беспорядка, чем порядка. И плохие события происходят. Нефть. Нефть нарисовала дно примерно год тому назад. С левой стороны колоссальное дно. Потому что эта пандемия просто как вот вдарила по тормозам мировой экономики. А нефть – это кровь, на которой эта экономика живет. И с тех пор нефть с перерывами идет вверх. Был такой довольно серьезный спад в сентябре. Начался новый тренд. И что произошло вот на прошлой неделе – нефть упала, произошла коррекция. Нефть упала куда? В зону ценности. В зону между двумя скользящими средними. Не понравилось. Сразу отскочила. Сейчас, значит, недельный график выше зоны ценности. Переходим к дневному графику. Справа, кстати, хвост кенгуру. Видите, который вверх торчит, да? На дневном графике. На дневном графике хвост кенгуру. Попробовали и не получилось. От такого хвоста цены обычно отскакивают либо вверх, либо вниз. То есть, если хвост вверх, то цена отскачивает вниз. На дневном графике цена на нефть рванула через весь диапазон, через весь конверт. От верхнего края конверта до нижнего. И здесь МСД гистограмма стала разворачиваться вверх, стала зеленой. Индекс силы показал такую бычью дивергенцию. Поехали. То есть, похоже, что коррекция цен на нефть подошла к концу. Это не такой яркий сигнал, как золото, но, тем не менее, вполне позитивный сигнал. А как вы считаете в целом, с точки зрения, например, год-два, насколько у нефти, в принципе, есть потенциал? И насколько имеет смысл рассматривать, насколько она может вырасти? Потому что мы понимаем, что сейчас нефть пользуется все меньше и меньше. И, вероятно, мы можем видеть там 100-120. Вы знаете, Роман, это не в моей компетенции смотреть так далеко. Я гораздо более краткосрочный трейдер. Но мне кажется, что, как сказал в свое время Марк Твен, слухи о моей смерти значительно преувеличены. Нефть никуда не уходит. И то, что сейчас энергетика переходит все больше на ветер, солнце, в процентном отношении это очень небольшой коэффициент. Так что я сомневаюсь, что мы увидим, я не знаю, через 10-20 лет, возможно, нефть отойдет на второй план. Но в ближайшие годы я не вижу сильного медвежьего давления на нефть. Мы все еще получаем пластиковые пакетики, когда мы идем в магазин отовариваться. Вся химия, так сказать, построена на нефти, не транспортом единым, жива нефть. Так что у меня обычное настроение по этому поводу. Спасибо, Александр, за ответ. Мы, в принципе, посмотрели как раз все основные рынки, как мы делаем обычно в самом начале. И я думаю, что сейчас мы можем как раз посмотреть тех участников, результаты того конкурса, который у нас был в течение этого месяца. Посмотреть общие результаты и сказать про ту акцию, которая у нас победила в прошлом месяце. Вот несколько слов с моей стороны. Вот я сейчас демонстрирую экран, да, то есть у меня весь список тех, кто присылал. Мы не все акции успели разобрать, но тем не менее все акции, они участвовали в конкурсе. Про сам конкурс я расскажу уже непосредственно в конце нашего вебинара, да, для тех, кто присылает впервые. Что бы я хотел сказать? У нас в этот раз было всего лишь два шарта. И, собственно, один из этих шартов как раз и победил, да, то есть это акция компании Snap, Николай Торрес или Торрес, наверное, Торрес. 28,6% было падение со дня нашего вебинара, да, и до дня, который предшествует нового вебинара, то есть до вчерашнего дня. Здесь все акции рассчитаны именно таким образом. Поэтому со своей стороны, Николай, я от себя хочу вас поздравить с победой. Я обязательно напишу вам на YouTube-канале, если вас сейчас здесь нет. Мы обязательно с вами свяжемся, и я расскажу уже, как вы сможете получить вашу книгу с автографом Александра. У нас по-прежнему еще не отправлены книги с января и февраля. Мы ждем поставку новой партии книг, потому что предыдущая у меня уже закончилась. И в ближайшее время также сразу же всем книги отправим. Поэтому здесь просто нужно немножко подождать. Все получат свои книги, да, с автографом Александра. И дальше у нас уже... Ну, я сразу же просто покажу, чтобы мы дальше уже двигались. Это те акции, которые я получил, которые были опубликованы на нашем YouTube-канале к предыдущему видео. То есть сейчас вы можете здесь их посмотреть. И здесь у нас вообще один только шорт, да, то есть это тоже довольно-таки интересно. Теперь, наверное, я, Александр, могу передать экран вам и, может быть, да, пару слов по компании Snap, может быть, какие-то еще акции. Вам было бы интересно как раз посмотреть. И тогда, может, мы можем перейти уже к тому списку, который мы получили сегодня. Я нажимаю на share screen, и вы должны меня авторизовать, по-моему. Да, сейчас один момент. Все, готово. Теперь у вас продолжим. Я нажимаю на share screen, continue, и где-то, 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 где-то trade station. Так, вы видите, сейчас мы видим мой экран сейчас, да? Да, все в порядке. Окей. Это мы закроем. Упс, одну секунду. У меня открыт не тот экран оказался. У правого края должны быть видны все акции, которые были присланы сегодня на наш конкурс. Но начнем с того, что посмотрим на победившую акцию с прошлого раза. Вы знаете, много лет тому назад я организовал конференцию в Торонто, и приехали четыре таких довольно известных деятеля. Значит, мы в пятером были там, и каждый делал презентацию, а в конце мы сидели все в пятером за столом и из зала задавали вопросы. Кто-то спросил, как вы думаете, рынок пойдет на повышение или пойдет ли рынок в следующую неделю? В какую сторону пойдет рынок в следующую неделю? Четверо из нас подняли руку, сказали, что на повышение. Один мужик сказал, что на понижение. В следующую неделю рынок упал, и довольно сильно. И один из присутствующих, старый приятель, позвонил мне поблагодарить за хорошую конференцию. Я ему говорю, что ты мне втираешь соль в рану? Я сказал, что пойдет вверх, и я оказался глубоко неправ. Он сказал, нет-нет, я на основании твоего совета сделал деньги. Когда четыре мужика, все говорят одно и то же, они не могут быть правы. Нужно идти против них, играть против большинства. И Николай, который сыграл на понижение в то время, когда все играли на повышение, это совсем не странная ситуация. Акция, конечно, мы все задним числом умные. Акция выглядела очень привлекательно. Хвост кенгуру, мы смотрим на недельный график. И коррекция, дивергенция МСД-гистограммы, коррекция. У правого края, у правого края акция выглядит очень привлекательно, потому что она отказалась тонуть ниже зоны ценности, она вернулась в зону ценности. МСД-гистограмма очень низко. И она сейчас красная, значит, импульсная система красная, но если акция поднимется до 55,5 на следующей неделе, она станет зеленой. И индекс силы, желтая точечка внизу, показывает экстремальные продажи, после которых рынки обычно разворачиваются. Предыдущий экстремальный момент был в марте прошлого года. Привет. Так что Николай сыграл прекрасно на этом бычьем тренде, но сейчас акция – это одна из тех акций Наздыка, которые пережили серьезную коррекцию и сейчас готовится видеться мне к новому взлету. Очень хороший выбор, поздравляю с успехом. И когда адмирал получит книги, я с удовольствием их подпишу для вас. Посмотрим теперь акции, может быть, которые пришли на сегодняшний конкурс. К счастью, их не так много, как обычно. То есть мы успеем все посмотреть. Но я буду двигаться быстро, чтобы у нас осталось время еще на вопросы и ответы. Так, говорим о нефти. И тот попросил акцию British Petroleum. Нефтяная акция – совершенно такое здоровое движение вверх. В данный момент она в коррекции, в зону ценности. Мы смотрим на дневной график, и мы видим, что дневной график окунулся ниже зоны ценности, глубоко не пошел. Импульсная система красная у правого края. Если завтра эта акция будет котироваться больше 24,5 долларов на 6 центов выше, то будет сигнал на покупку и о дневной. Очень позитивный выбор. Не суперактивная акция, но спокойная. Это очень хорошо. Евгений ее прислал. Денис хочет посмотреть на акцию OSUR. Опять-таки, начинаем с недельного графика. Я не знаю, что это за акция, поэтому… А, вы знаете, Роман, давайте сделаем так же, как и в прошлый раз. Я все время танцую между графиком и веб-сайтом Finviz, чтобы посмотреть, что это за индустрия, и когда будет сообщение о доходах. Вы не могли бы выйти на сайт Finviz, да? Да, да, да. Я уже открыл. Это сектор Health Care, Medical Instruments and Supplies. Спасибо большое. Вы знаете, как вы видите, акция уже больше года сидит в диапазоне. Когда она поднимается где-то в район 17 долларов примерно, то получает по шапке и падает. Когда она опускается примерно до 10 долларов, то она находит поддержку и начинает подниматься. Она уже поднялась где-то от меньше 10 до 12 долларов. Вполне резонная покупка, только с одним условием. Когда эта акция начнет приближаться, скажем, уже к 14-15 долларов, надо будет сливать. Не ждите, что она достигнет предыдущей вершины. Ухватили у дна, держите. Когда она поднимется немножко выше зоны ценности, палец на курке. Илья хочет посмотреть акцию Light. По-моему, это какая-то интернет-компания, Роман, если вы взглянете на секунду. Light. Это вот одна из таких вот, да? Один момент. L-I-A-T. Да, Technologies, Communication, Equipment. Ну, это одна из акций, которая получила по шапке, опять-таки, во время коррекции Насдека. Она достигла высоты почти в 115 долларов. И опять-таки, хвост кенгуру. И, кстати, смотрим обратно в декабре. Хвост кенгуру. Я думаю, что уже после сегодняшнего вебинара вы будете эти хвосты повсюду видеть. И это неплохо. Только учтите, хвост кенгуру должен прыгать на вас с экрана. Если вы начинаете смотреть и чесать репу, думать, есть хвост кенгуру или нет. Его нет. Четкий хвост всегда видим. Если картина сомнительная, картины нет. Должен прыгать на вас с экрана. Недельный график. И эта акция Лайт опустилась почти от 115 долларов ниже 80. То есть она потеряла около 30%. Примерно, как и Насдек, даже чуть-чуть больше. Хвост кенгуру вниз. Отказ падает дальше. У правого края импульсная система зеленая. Смотрим на дневной график. Все в пользу быков. Дневной график повышается. Единственное, что мне лично не нравится в этом, я не люблю покупать акции выше зоны ценности. Эта акция на прошлой неделе уже вошла в зону ценности, а с понедельника рванула выше. Вчера была возможность купить недалеко от зоны ценности, а сейчас она уже в воздухе, она уже летает. Я не люблю гоняться ни за людьми, ни за акциями. Так что, со своей точки зрения, я бы ее пропустил. Но люди, которые любят покупать движущиеся акции, для них это вполне подходит. Это был Илья. Александр пишет, предлагает акцию FSLR. 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 Опять-таки, интернет, реакция. Реакция подошла к концу. Это уже не новая акция, хорошо устоявшаяся акция солнечной компании, компания производства и продажи солнечных панелей. Она в прошлом марте упала до 40 долларов, к началу этого года поднялась до 110, и Александр пишет, что его мишень 100 долларов. Упала со 110 ниже 70, то есть потеряла треть своей ценности, и сейчас начала опять подниматься. Сказать, что мишень около 100, это вполне резонная мишень. Я не знаю, видно ли вам на вашем экране, у меня тройной конверт стоит. И самый первый конверт 99 долларов, так что 100 – это вполне реальная мишень. Смотрим дневной график. Опять-таки, я не люблю гоняться за акциями. Эта акция уже в бегах, так сказать. Это вполне легальная покупка. Если вам комфортно покупать акции высоко, в надежде продать их выше, в добрый час, я предпочитаю покупать их ниже, более консервативно. Ну и вполне легальная акция. Легальная, в кавычках. Кто-то, человек, пишущий под псевдонимом, предлагает акцию компании IAA. Это, Роман, я уже не знаю, очень незнакомый для меня тикер. Что это за компания? IAA. Это Industrial Business Service. Компания, оказывается. Я думаю, что половина компаний в Америке подходит под этим названием. Опять-таки, по-моему, компания довольно молодая. Да, она была выпущена на рынок всего лишь два года назад, в 2019 году. Новая компания. И как это обычно происходит, вот листинг был, ее выпустили где-то ниже 40 долларов, она поднялась до 45, упала до 20 примерно. Это типичное поведение нового листинга, IPO. И отсюда она поперла вверх от где-то 20-25 до 60, почти до 70 долларов. Если потом сдала от 70 до 50 долларов, то есть, опять-таки, потеряла где-то 30% цены. Типичный NASDAQ. Что мы видим у правого края? Кстати, хвост кенгуру, да? Хвост кенгуру в декабре. И резкая реакция, взлет после него, резкий подъем. Но он не продлился. И сейчас у правого края импульсная система стала голубой. Это значит, покупка разрешена, она была запрещена еще на прошлой неделе. МСД-гистограмма на рекордной глубине, глубже опускаться, в принципе, некуда. Хотя медведь всегда найдет место. Но что еще очень важно, что вот индекс силы достиг совершенно такого панического дна. Желтые точки показывают, что колоссальные объемы этой акции выбрасывают на рынок. Она не падает. Вот они выбрасывают, продают ее, она не падает. То есть, акция во время этой коррекции ведет себя очень хорошо. И то, что импульсная система стала голубой у правого края, это сигнал о том, что покупка разрешена. Вот это стратегическое решение. Вот это система тройного экрана. Первый экран, причем экран, это не экран на компьютере, а по-английски screen. Неправильно перевели в свое время. Screen – это фильтр. Система трех фильтров. Первый фильтр говорит, покупка разрешена. Идем на дневной график. Тоже красиво. Смотрите, тройное дно из силы медведей. В январе, в начале марта и сейчас медведи явно слабеют. У правого края начался подъем. И только сегодня цена этой акции подошла к зоне ценности. То есть, акция не убежала еще, она не переоценена. Выглядит вполне привлекательно. Роман, я удивляюсь сам себе. Обычно, когда мы ведем это занятие, я говорю, это здесь проблемы, и тут проблемы, и там проблемы. Я всегда проблем очень много нахожу. И очень мало красивых, таких хороших акций. А сегодня прямо у нас широкий выбор. Может быть, какой-то сигнал от рынка? Едем дальше. Еще один товарищ, пишущий под псевдонимом, хочет купить акцию диска. Я уже вышел из своей сделки с диска сегодня, но это была очень краткосрочная сделка. Вы видели, наверное, диска. Я вам покажу другую акцию, которую тоже кто-то в нашем вебинаре предложил. Виакам. Вы знаете, что произошло? Почему эти акции развлекательных компаний? Виакам – это масса телевизионных каналов. Discovery – это в основном они делают шоу, типа познавательное рядом, увлекательное рядом. Показывают про животных, про космос и так далее. Что произошло? Роман, рассказать вкратце? Расскажите, пожалуйста. Я как раз хотел и попросить вас, чтобы вы тоже осветили эту ситуацию. В Америке есть пенсионер, гениальный мужик. Который в свое время создал один из самых успешных, самых прибыльных хеджевых фондов в стране. Его зовут Джулиан Робертсон. Он же очень немолодой человек и он ушел от дел лет 10 тому назад. Он сказал, что он не понимает новые технологии и он покупает акции старых компаний. Он не в тон с новомодными трендами и вообще пора на пенсию. Этот мужик, он невероятно богат, так что он работает только для себя в удовольствии. Поскольку он удовольствие перестал получать, он ушел на пенсию. Под ним работали более молодые люди, многие из которых организовали собственные фонды после того, как Джулиан закрыл свой. И в частности был такой товарищ, он иммигрант из, по-моему, из Тайваня по имени Хуанг или Куанг. И он организовал свой фонд. И он, мужик, оказался жуликоватый. Он торговал на основании внутренней информации. Китайскими акциями торговал, но на основании нелегально полученной информации. Был пойман американскими властями. Заплатил колоссальный штраф, типа 48 миллионов долларов. Два года тому назад Гонконг, когда еще Гонконг был свободным, запретил ему торговать в Гонконге. Опять за какое-то журничество. Между тем, этот мужик везде выступает. Какой он большой христианин. Он любит Бога больше, чем деньги. Тыр-пыр. Вы знаете, когда мне кто-то начинает говорить, какой я честный, то я всегда пересчитываю серебряные вилки. Не унесли бы. Ну, вот такой вот мужик. И многие компании перестали с ним иметь дело. Но он обещал им очень большие гонорары. В результате он стал скупать массу китайских акций. И вот акции этих двух компаний, Viacom и Discovery, он считал, что это очень перспективная акция. Видите, вот это его покупки. Как акция прямо встала на хвост и шла вверх. Шла вверх много месяцев, все выше и выше. Прямо какой-то нереальный подъем. Обычно так не бывает. Пройдемся к Discovery. Диска. То же самое. Что произошло? В Америке есть закон, что если ты покупаешь больше определенного процента какой-то компании, больше пяти процентов, то ты должен докладывать о том, что ты являешься инсайдером, у тебя большие вклады, и чтобы люди знали, что у одного человека большая позиция. А он договорился с банками Goldman Sachs, Morgan Stanley, что они купят акции для себя, а он с ними заключает контракт, что все доходы и прибыли от этих акций он берет на себя. И за это платит им какой-то гонорар. То есть у них безрисковый трейд. А это в Англии по закону должно быть доложено правительство. В Америке такого закона нет, по крайней мере еще нет. И он построил огромнейшие позиции на взятые взаимоденьги, вернее, на деньги, которых у него просто не было, были деньги у этих компаний, в акциях китайской компании TechEd, в акции китайской компании FUBO, FUBO TV. И в частности в этих. В прошлую пятницу товарищи в Goldman Sachs проснулись и поняли, что у него денег-то нет, чтобы расплатиться. Они держат эти акции для него. С какими-то депозитами я не сомневаюсь, но денег расплатиться нет. И они выбросили все его американские акции на рынок в один день. Смотрим на дневной график. В один день. То есть кто-то чего-то знал, кто-то чего-то пронюхал, акции начали падать раньше. Но вот этот вот длинный бар, это прошлая пятница. Акции упали на 30%. На 30%. Акции совершенно нормальных компаний. Все в шоке. Goldman Sachs, который первый проснулся и стал их продавать в шоколаде, он сказал, что у них потери минимальные. Другие банки, которые поспали немножко дольше в то утро, у них потери более серьезные, Credit Suisse и так далее. Вот так вот. Когда эта акция открылась для торговли в понедельник, я знал, что ее надо покупать. Потому что, ну что, все продано уже, да? Было совершенно, из ряда вон выходящее событие, связанное ни с экономикой, ни с техническим положением акции, а просто с тем, что был колоссальный margin call. Ну, я ее купил и уже прорвал сегодня утром обратно. Это срочная сделка такая. Такие ситуации бывают на рынках, только действовать нужно очень быстро. Если, понимаете, думать долго, это в таких случаях очень дорого. Наш участник говорит, идеальный заход, он был очень хорош. Идеальный заход совершил вчера. Ну, не знаю, это был ли идеальный заход. Вот я считаю, что мой заход в понедельник был немножко идеальнее. Но ждем отскока. Он пишет, у хедж-фондов тоже бывают margin call, не только у прощавых миллениалов с GameStop. Ну, все бывает. У меня друг был, я его сейчас считаю другом, хотя он совершенно ушел под воду и ни с кем не поддерживает контактов. Который в один день потерял 250 миллионов долларов. Разорил. Это была вся прибыль, которую он заработал из своего хеджевого фонда за всю историю его существования. Мужик был совершенно убит. И к нему не звонится. Бывает со всеми. Бывает со всеми, кто не контролирует риск. Вот этот вот мой друг с его 250 миллионов долларов потери. Он мне долго говорил, «Ах, Алекс, был бы я моложе, я бы пришел к тебе проконсультироваться. Это вот у меня слабое место. Да, это контроль над риском. Давай сейчас. Бесплатно, друзья. Нет, нет, нет. Был бы я моложе, пришел бы к тебе». И вот так вот. После этого он потерял 250 миллионов. То есть дело не в возрасте, а дело в том, что просто мужик получал столько удовольствия, что это азартные игры, что он знает, что я буду лить холодную воду на его азарт. Так, короче говоря, хорошая сделка диска. Раньше было еще чуть-чуть лучше, но тем не менее сделка хорошая. Едем по списку. Кто-то хочет посмотреть компанию Illumina. Еще одна технологическая компания. Еще одна компания из NASDAQ, которая упала от 550 долларов до 350. 40% потери почти. Недельный график красный. Покупать нельзя. Переходим к дневному графику. Вроде бы бычья дивергенция. Но видите, какое плохое качество у нее. Видите, какое маленькое ралли между двумя донышками. Какое было ралли в золоте. Вы знаете, столько есть хороших акций, что вот я когда вижу такую... Тьфу, поехали к следующей. Не тратим времени на рассусоливание акций. Ищем акции, которые прыгают на нас с экрана. Едем дальше. Еще Маяковский писал. Духи коти на золотники. Акция, которая косметику продает. Единственная акция, которую нельзя покупать косметически. Единственная компания косметики, которая бы близко не подошла, это и в Роше. Я думаю, по политической причине, которую многие из вас поймут. Акция идет вверх. Медленно, спокойно. Это не интернет. Это пузырьки с дорогими духами. Недельная импульсная система синяя. Была маленькая коррекция на дневном графике. Совершенно приличная акция. Совершенно приличный подъем. Неких проблем. Опять-таки, я поражен, как много акций мне нравится сегодня. Обычно я на них просто... И, кстати, вот эта акция, Александр, прошу прощения, что перебиваю, она была предложена в шорт. Как раз вот одна, единственная. Спасибо, что напомнили. Спасибо, что напомнили. Единственная в шорт. На нее необходимо посмотреть опять. Александр ее прислал. Так, еще раз. Тогда еще раз. Спасибо, что напомнили. Я обратил внимание, и потом это ушло. А чего ее шоротить-то? Она... Во-первых, она недорогая. В свое время она стоила 30 долларов. Сейчас она продается меньше, чем за 10. Идет вверх. Нет никаких значительных дивергенций. Может она упасть? Конечно, может. Все может упасть. Но тренд-то вверх. Смотрим на дневной график. Тренд вверх. Может, у нас есть какая-то информация. Может быть, в духах найдут какую-то крысу, и будет судебный процесс. Не знаю. Шутка. Но я не вижу... Вот опять-таки, на дневном графике идет совершенно здоровый подъем. Периодически акция опускается ниже зоны ценности, где надо ее покупать. Уходит вверх, ниже зоны ценности на прошлой неделе и поднимается опять. Я не вижу резону ее коротеть. Потом дешевые акции. Давайте коротеть акции, которые подороже стоят. 9-долларовая акция. В ней, скорее всего, меньше горячего воздуха, меньше пары. Вот так вот. Еще раз спасибо за напоминание, Роман. Виктор прислал акцию какой-то итальянской компании, индустрии, дидисенну, текстиль. Я ее не нашел у себя. У меня только американские акции. Этой акции я не нашел. А вот Виталий прислал акцию Виаком. Это то, о чем мы говорили минуту тому назад. То была диска, это Виаком. Тот же марджин колл. Тоже вытряхнули все эти банки. И все, продажи кончились на этом. Умные люди покупают. Распродажа идет. Чем отличается трейдер от домохозяйки? Трейдер идет по улице. И там в магазине, обувной магазин висит. А, домохозяйка ходит в супермаркет каждую неделю. И там закупает продукты на неделю вперед. И в частности покупает 3 баночки рыбных консервов за доллар. Идет как-то в супермаркет, а там вывеска 5 баночек за доллар. Так она покупает же не 5, она 15 купит, чтобы на несколько недель вперед. Распродажа домохозяйка. Профессиональный трейдер идет по улице. Обувной магазин и вывеска. Распродажа шузов в Бали обычно 300 долларов, а сейчас только 200. Он забегает в магазин, снимает с себя эти шузы и говорит, купите мои. Играет на понижение. То есть домохозяйка пользуется низкими ценами, чтобы закупиться подороже. А трейдер, когда цены низкие, начинает еще шортить. Вот пример. Мы посмотрели с Виакомом. Давайте играть как домохозяйки. Когда дешево покупаем, когда дорого продаем. Это дешево. Едем дальше. Дмитрий спрашивает, каково ваше отношение к волновой теории Эллиота? Глубоко скептическое. Я знаю, еще связанное с тем, что я знаю всех этих главных волновиков. Это теория, что секретная структура рынка. Секретная структура рынка. Деньги кладите сюда, сейчас раскроют. Вот эта теория Эллиота. А в рынке нет секретной структуры. Секрет рынка в том, что секретов нет. Есть понимание его языка и есть контроль за своими эмоциями. Вот вам рецепт успеха. Дмитрий хочет посмотреть на акцию H-O-L-X. Что-то незнакомое название. Опять-таки, одна из технологических компаний. Очень хорошо поднялась до 85 примерно долларов. Опустилась до 67. Очередная 20% потеря и управа. И посмотрите, как вытросли хорошо эту акцию. Видите, да? Она когда поднималась уже под конец, какая слабая его логистограмма. Когда ее труханули, ниже скользящей средней, ниже зоны ценности, какие сильные были медведи. Все, труханули. И вот у правого края она опять идет вверх. Импульсная система зеленая. Переходим на дневной график. Импульсная система зеленая. Как я сказал, я небольшой любитель покупать выше зоны ценности. Но мне сдается, что эта акция вполне может немножко, она как бы дышит. Видите, она не идет по прямой линии, она дышит вверх-вниз. В данный момент она торгуется по 75-16. А если бы она опустилась где-то, скажем, до 75-74, 74,5, я бы с удовольствием купил там. Просто я бы не стал покупать ее по сегодняшней цене. Я бы купил, если бы она упала примерно на доллар, на полтора. А она как вот так вот и дышит каждый день. Ольга пишет, спасибо за вебинары, спасибо за похвалу. Для конкурса купить CRM. Ольга любит недешевые компании. Это не 8-долларовая компания CRM. Salesforce. Хотя она гораздо дешевле, чем в последний раз, когда на нее смотрел. 280 долларов, на данный момент 206. Очередная компания, связанная с интернетом, потеряла больше 20%. SPA длится уже довольно долго. Это не только теперешняя коррекция. Она вроде бы держит этот 200-долларовый уровень. Импульсная система синяя, разрешается покупать. Бычки, дивергенция индекса силы. Смотрим на дневной график. Можно, но не лучший образец за сегодняшний день. Двойное дно. Бычки, дивергенция MACD гистограммы, MACD линий. Дневной график выглядит совсем неплохо. Опять-таки, это легально, легально, в кавычках, легально акцию покупать. У меня такое немного подозрительно, как долго длилась эта коррекция на недельном графике. Но это уже, да. Нет, легально, вполне легальная покупка. Вполне легальная покупка. Имеет смысл. Мы подходим к концу нашего списка, приближаемся к концу нашего списка. Я хочу... У нас останется еще время... А, Роман, ну как обычно, мы немножко перехватим, потому что я хочу ответить на вопросы, а тут у нас как бы осталось вот это пять минут. Если вы не возражаете. Андрей хочет посмотреть в китайскую компанию. Я боюсь в этих китайских... Она выглядит совсем неплохо на недельном графике, как бы двойное дно. Но я побаиваюсь влезать сейчас в китайские компании, потому что все китайские компании проседают. Китайский рынок один из самых слабых в мире. Коммунистические правители Китая ведут себя в высшей мере агрессивно. И они считают, что это им сходит с рук. А оно не сходит. Вот оно не сходит. А рынок смотрит вперед и ожидает для них проблем. Поэтому люди начинают распродавать китайские акции. Я был бы очень осторожен в покупке. Я избегаю для своего собственного счета. Потому что проблемы очень далеки от разрешения. Очень далеки от разрешения. Я думаю, что коммунистические власти Китая думали, что когда изберут Байдена, то, значит, их проблемы на этом закончатся. А нет. Они даже хуже, по-моему, стали. Так что посмотрим. Будьте осторожны с китайскими акциями. Александр хочет посмотреть компанию Beyond Meat. Это компания, которая выращивает искусственное мясо. Одну секунду, извините, пожалуйста, мне нужно. Приехал, приехал. Одну секунду. А, могу показать вам в окно. Приехал заправщик. Опять, газ-деливери. Приехал заправщик, который нам пригоняет, привозит газ для дома. А там машина стоит. И сторожевая команда в лице двух королевских пуделей облаивает этот грузовик. Жена пошла перегнать машину. Тяжелая жизнь в деревне, да? Роман, кстати, вам меня слышно, потому что вас я совершенно не слышу. Да, все в порядке, все в порядке. Значит, смотрим. Компания Beyond Meat. Очень перспективная компания. Опять-таки, хвост кенгуру. Сколько мы их видели за сегодня, да? И акция упала от 220 до 130, потеряла больше трети своей ценности. МСД гистограмма на низком уровне. Индекс силы, заметьте, гораздо более высокий, чем он был в октябре прошлого года. То есть цены низкие, а давление вниз ослабло. Эти вот точечки у правого края показывают, где переменится цвет гистограммы. Сейчас эта акция котирует, в данный момент, то, что мы разговариваем, она продается по 130 долларов, по 131,5 импульсная система станет голубой. Очень, очень острый момент. То есть эта акция буквально вот на грани щелчка повернуть семафор, переключить семафор с красного на зеленый, на синий в данном случае. Красного на синий. Очень интересная акция. Переходим. То есть в данный момент купить ее нельзя, но вполне возможно, что чуть-чуть позже, даже сегодня, она станет покупаемой или завтра. Смотрим на дневной график. Ну какой блеск. Смотрим на дневной график. Нижняя точка в марте была 126 долларов. Нижняя точка вчера была 123,5. То есть у нас был ложный пролом вниз, ложный пробой вниз. И в данный момент это акция. Они выбили все стопы. То есть все умники, в кавычках, поставили стопы чуть-чуть ниже 126. Вчера и позавчера эти стопы были выбиты. И сегодня акция встала на хвост и начинает подниматься. Еще один дневной график уже стоит на покупку. Через 1 доллар и недель не встанет на покупку. То есть, вы знаете, до сих пор мы когда смотрели разные акции, то какие-то на подходе, какие-то уже хорошие, которые какие-то поздноватые. А вот это вот прямо на стрелке стоит. Очень интересная акция. Александр, один из наших многочисленных Александров, ее написал. Зароник спрашивает про акцию AYX. И потом перейдем к вопросам и ответам. AYX. Я бы сказал, что девушка тонет. Акция пробивает одно дно за другим. Мессия гистограмма очень глубокая. Экстрим индекса силы не помог этой акции. Переходим на дневной график. Знаете, мы видели очень красивые двойные донышки. А это просто какая-то плоская полоса. Это не двойное дно. И поэтому я когда вижу что-то необычное, я всегда сдаю задний ход. Не привлекает акция. Кстати, Дан попросил посмотреть акцию BF.B. И как раз она фигурирует в одном из вопросов. Вот тогда-то мы ее посмотрим, когда перейдем к вопросам. Мы рассмотрели все акции. Мы увидели на удивление много привлекательных акций. Это необычно для наших вебинаров. Обычно гораздо более критично здесь. Просто много хороших акций. Но вот одна, которая мне больше всего понравилась сегодня, это BYND. Просто потому, что время правильное для нее. Все остальные уже или бегут, или готовы прибежать, или уже убежали. А это вот прямо стоит у входа. Вопросы и ответы. Пишет мужик с своим донимом, чего я не люблю. Что делать с убыточными позициями? Например, зашел в Теслу шарты, не вовремя. И вовремя не закрыл. После чего месяц висит, когда моклый меч. Выходить по частям, ждать дохода. Вы знаете, одна из главных привычек профессионала. Плохая сделка – стреляй. Сомневаешься – стреляй. Прибыль сделать не так трудно. Трудно вылезти из потерь. Поэтому из плохой сделки, чем раньше вылезти, тем лучше. Но с Теслой, конечно, другая. Тесла уже давно. Вы говорите, что вы с ней сидите уже месяц. Можно еще подождать. Она поднимается в последние дни. И потом еще весь NASDAQ теперь стал немножко на подъем. NASDAQ встал на подъем. Озираюсь на заправщика. Не почесался ли он от мой кабриолет? Не почесался. Из плохих сделок необходимо второе. Вопрос. Почему из Форекса так трудно извлечь доход по сравнению с остальными инструментами? Смотрите, каким Форексом вы занимаетесь. Единственный Форекс, с которым у меня есть личный опыт – это фьючерсы на Форекс. Они как любые фьючерсы. Здесь, конечно, имеется в виду именно валюта. То есть много людей именно торгуют валютный рынок, именно как рынок по сравнению с акциями. И тут вопрос именно валютный рынок. Почему сложнее сделать деньги на валютном рынке? Или, может быть, не сложнее, по вашему мнению? Вы знаете, Роман, я избегу этого вопроса, потому что единственный валютный рынок, с которым у меня есть опыт, богатый опыт – это фьючерсы на валюту. А вот на самом валютном рынке я не участвовал, и поэтому кто-то другой ответит на этот вопрос. Может быть, вы ответите на него. Что вы думаете про Timothy Sykes? Немного, совсем немного. Один из многочисленных… Как-то по-русски, не знаю, по-русски называется «маркетерс». Люди, которые занимаются тем, что… Вера пишет. Добрый день, Александр. Поделитесь, пожалуйста, вашим взглядом на акции технологических компаний. Планируется ли дальнейшее снижение NASDAQ и таких гигантов, как Tesla, Apple и других? Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Произошла ротация, лидеры отступили, отдохнули, и похоже, очень похоже, смотрим опять на NASDAQ, на недельный график NASDAQ, что эта ротация подошла к концу, что рынок начинает выходить из этой ротации. NASDAQ нашел поддержку. Зармик пишет. Насколько целесообразно открывать длинную позицию, когда, к примеру, на дневном графике великолепные бычь расхождения всех индикаторов, а на недельном графике какой-то негатив. И при этом цена расположена очень близко от стоимости, от ценности, резинка не растянута. В виде примера хочу привести акцию BFB. Очень хорошо, как раз кто-то задал про нее вопрос, я отложил, отвечает. Зармик, я не вижу... Недельный график просто тонет, медленно, спокойно тонет. Каждая донышко ниже предыдущего, каждый пик ниже предыдущего. То есть на недельном графике четко устаканившийся тренд вниз. Смотрим на дневной график. Мне это не кажется позитивной бычьей дивергенцией, ни в коем случае. Посмотрите. Дно А, дно Б. МС-дегистограмма А, дно, дно Б. Да, тут имеется дивергенция, но очень низкого качества, потому что ралли между двумя донышками был очень невысоким. Индекс силы, никакой дивергенции нет. Донышко А на этой высоте, донышко Б ниже. То есть и то, что акция... Знаете, когда происходит дивергенция, акция должна вылететь из него, скачать, подскочить. А это тянется по боковой. Так что эта акция BFB, BF.B, совсем кажется мне непривлекательной. Мы видели гораздо лучше сегодня. Последний вопрос. Эдуард пишет. Доброго дня. Вы когда-нибудь, Александр, вы когда-нибудь усредняете позиции, если цена пошла против вас? Ни в коем случае. Вернее, с одним исключением. Если я решил купить, допустим, тысячу акций компании какой-то А, Б, Ц, я их купил по 95 долларов. Она опустилась до 94-93, 92. Рынок мне говорит, я иду вниз, а я говорю, если я купил, я сказал, а я умнее тебя. Ты идешь вниз, но ты неправильно ценишь эту акцию. Мое мнение не играет никакой роли. Мнение рынка решает все. Если я купил по 99, а цена сейчас... или по 95, а цена сейчас 92, то рынок мне говорит таким образом, Алекс, ты не настолько умный, как ты думаешь. Ты ошибся? Ошибся. Не углубляй свои ошибки. Ты уже в яме. Не копай яму глубже. Вот так вот добавлять, усреднять. Это одна из самых таких плохих ошибок только начинающих трейдеров. Опытные люди этого не делают никогда. Это ошибки новичков. Одно исключение есть. Допустим, я хочу купить эту акцию, я хочу купить тысячу акций, но я не уверен, что вот это дно... Я думаю, я куплю ее в диапазоне где-то между 95, 92, 98. Я ее куплю в три приема. Я покупаю первую порцию по 95. Она опускается до 93. Окей? Я собирался купить в три приема в этой зоне. Если она все еще в этой зоне, то я могу докупить вторую порцию. Понимаете, да? То есть плановые покупки в определенной зоне. А когда я просто купил, сколько собирался купить, и теперь акция идет против тебя, ни в коем случае нельзя докупать. Рынок говорит, ты в проколе, так не рыпайся, выйдет. Спасибо большое, Александр. Да, действительно, такой подход очень часто бывает у начинающих трейдеров. И как раз важно себя ограничивать в подобных желаниях, потому что всегда очень сложно оказаться, думать, что ты не прав. Еще такой момент появляется. Спасибо большое, Александр. Мы разобрали рынок. Действительно, очень интересная ситуация. Сейчас на рынке происходит. Все акции, которые предлагались, были на покупку. Посмотрим, как у нас в следующий раз окажутся правы все. Практически 15 участников, которые прислали акции, которые мы выбрали. или тот участник, который прислал один шорт. Посмотрим. Ну, это к тому, что вы говорили в начале выбинара. Хорошо. Спасибо большое, Александр. Были рады вас видеть, были рады вашим ответом, были рады вашему мнению. Как всегда, очень полезно. У меня осталось только рассказать про конкурс. В принципе, мы можем вас отпустить, чтобы вы смогли заняться приятными вещами обустройства нового дома. Я бы не назвал это приятным. Это Марокко. Это Марокко. Вы знаете, очень важному факту научился, очень важной штуке научился. Кстати, насчет трейдингов. Когда в трейдинге я уже научился, когда сделка не идет, стреляешь, достаешь пистолет и стреляешь ей в голову. Из плохих сделок нужно выходить, чтобы они не висели на тебе. Вот этот мужик, который написал, что Тесла это на нем висит уже месяц. Ведь в течение этого месяца он наверняка пропустил какие-то вполне хорошие сделки, потому что Тесла висит на нем и не позволяет ему свободно думать. Поэтому избавиться от плохой акции просто хорошо для психологического здоровья трейдера. Я оглядываюсь, там сторожевая команда что-то разошлась. с организацией дома у меня нет такого богатого опыта, как со сделками. И был нанят плотник по совету друга одного, который испортился. Начал, как говорится, начал во здравии, окончил за упокой. И в конце концов я его выгнал. Но выгнать надо было его на два месяца раньше, до того, как он тут еще нагадил по-мелкому. и выгнав его, я вздохнул хорошо. Естественно, ремонт затянулся, но ремонт идет высококачественно, идет хорошо, идет без нервов, без напряга. И я сделал для себя вывод. Относись к стройке, точно к ремонту, точно так же, как к трейдингу. Если что-то не идет, паф! Желаем вам, чтобы все прошло так же хорошо, чтобы тренд продолжался и не было дивергенций с ремонтом. Спасибо большое и до встречи в апреле теперь. Да, до встречи уже в апреле. Спасибо большое, Александр, еще раз за вебинар. Спасибо вам, я тогда покину вас. Да, а я, пользуясь случаем, как раз расскажу про конкурс в самом конце нашего вебинара и как у нас он проходит. Еще раз просто обращу внимание наших участников, чтобы у всех сложилось понимание. Собственно, конкурс у нас проходит на нашем YouTube-канале. Для того, чтобы как раз принять участие в конкурсе, нужно подписаться на наш YouTube-канал. Сейчас я приложу ссылочку. И как раз все вопросы, все ваши пожелания о акциях мы принимаем под записью нашего последнего видео. То есть, то видео, которое будет опубликовано завтра, сегодняшнего вебинара, именно под ним нужно оставлять и ваши вопросы, и в том числе предложения по конкурсу. Это важно, потому что мы, как вы видите, не успеваем разобрать все, поэтому это наш определенный фильтр. Итак, по поводу конкурса. Вам нужно предложить одну акцию, которая торгуется в Admiral Markets. Лучше, чтобы это была американская акция, то есть это рынок наиболее ликвидный. И у Александра он, скорее всего, в доступе, что мы сможем его рассмотреть. И на тот день, то есть у нас вебинар будет в апреле, следующий вебинар будет в мае. И вот та акция, которая с апреля по май покажет лучший результат, тот и получит книгу с автографом Александра. Акции на конкурс лучше присылать где-то за один, за два дня до начала следующего вебинара. Расписание вы можете проверить на сайте Admiral Markets. И тогда уже для вас вероятность попадания, что называется, она будет выше. Но это такой джентльменский конкурс, который мы проводим. Конечно, более важно, если вы нашли для себя правильную точку для входа, вошли в рынок и, как говорит Александр, сделали деньги. А здесь это дополнительный момент, чтобы мы смогли какие-то акции разобрать и Александр смог обратить ваше внимание, как он сделал в ходе сегодняшнего вебинара. Поэтому ваши вопросы вы можете писать сразу, а акции попридержите и пишите их ближе к дате следующего вебинара. Для того, чтобы как раз сейчас сориентировать те, кто нас смотрит, я обязательно сделаю эту приписку в первом закрепленном комментарии к этому видео. Но чтобы вы были в курсе, когда у нас будет следующий вебинар с Александром, это 27 апреля. Как раз 25-26 апреля как раз самое лучшее время, чтобы как раз эти акции предложить. Ну а на сегодня это все. Вопросы вы можете писать сразу, прямо сейчас, точнее, когда запись появится, пишите сразу же ваши вопросы. И уже мы с вами увидимся в апреле, посмотрим, как рынок себя ведет, посмотрим, что происходит нового и также послушаем мнение Александра. Поэтому с моей стороны это все. Всем большое спасибо за участие. Ставьте лайк, особенно те, кто смотрит нас на YouTube-канале. И увидимся уже через месяц. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok